Здравствуйте, меня зовут Наталья Богданова и вы смотрите пятничный выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ. Сегодня поговорим про предпринимательство, условия ведения бизнеса, плюсы-минусы, может быть, даже подводные камни, потому что у нас в гостях предприниматель, член совета при губернаторе по развитию малого и микробизнеса Татьяна Демина. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Расскажите, в общем-то, вот совет при губернаторе, он, то есть, новый орган достаточно или он формировался еще при нашем прежнем региональном управленце? И какие сейчас у вас основные задачи, основные векторы развития, над которыми вы работаете? На данный момент совет только сформирован. при бывшем нашем губернаторе тоже был такой совет, куда я входила, но, к моему большому сожалению, заседания проходили раз в год и, несмотря на то, что эффективность этих заседаний нельзя обесценить, да, она была. Например, в рамках последнего заседания была проведена ревизия государственных контрактов и предприниматели, многие получили денежки по своим госконтрактам, а раньше были задержки. Просто не нравилась частота этих заседаний. Ну, раз в год не очень часто. Да, не очень часто. Поэтому сейчас при новом губернаторе уже сформирован этот совет. Соответственно, я надеюсь на том, что эти встречи будут более частые и более эффективны, потому что мы видим сейчас курс власти, который она взяла, да, на поддержку бизнеса, на то, чтобы слышать бизнес и не только слышать, но еще и предпринимать действия. Это очень радостно со стороны предпринимательского сообщества. Очень часто в последнее время, в последний год говорим об оттоке населения, о том, что умные, перспективные люди, как молодые, так и, может быть, да, уже те, кто сформировал свое мировоззрение, свою деятельность основную, они тоже покидают области. Мне кажется, что это, ну, можно вполне себе, да, связать и с развитием предпринимательства. В том числе и статистика, да, по России в целом, по Приволжскому и Федеральному округу говорит о том, что становится меньше субъектов МСП. С чем это связано, по вашему мнению? Вы знаете, да, такая тенденция существует, она очень печальна, потому что уезжают, конечно же, лучшие люди нашего города, уезжают и известные предприниматели, и буквально за это летом потеряли 10 известных предпринимателей из нашего региона, да, но я думаю, что люди едут за возможностями, и которые крайне ограничены в Оренбургской области на данный момент. Ведь сейчас общая мировая тенденция заключается в том, что бизнес отвязывается от места осуществления бизнеса, да, мы больше уходим в онлайн-сферу и так далее. Для региона важно, для того, чтобы налоги оставались в регионе, правильно, как бы, для того, чтобы формировать бюджет региона. Соответственно, как бы, эти предприниматели, очень хотелось бы, чтобы они работали все равно во благо нашего региона. Эти 10 крупных, да, таких фигур предпринимательских, говорите, это какая-то определенная сфера или абсолютно разные? Абсолютно разные, абсолютно разные вещи. А почему считаете, что вот в Оренбурге возможностей не так много? В плане каком? Что вот покупательская способность более низкая или невостребованы какие-то сферы становятся? И от чего вот отказываются оренбуржцы в последние годы? От чего отказываются оренбуржцы, если говорить не о предпринимательском сообществе, да? Безусловно, это реально низкий уровень дохода населения. Это факт, которого нельзя как-то обойти или объехать, да? Плюс, безусловно, нам стоит работать над нашим мышлением. Потому что в Оренбурге очень негативное мышление. Даже частью моей предвыборной программы, когда я подавала заявку в мэры города Оренбурга, говорилось о том, что нужно повышать уровень счастья. Как только люди начнут улыбаться, они будут видеть больше позитива. И этот позитив должны формировать наши СМИ в том числе. И сейчас очень радостно, когда мы видим шикарные фильмы об Оренбургской области, да? Когда я смотрю этот фильм, и я просто вот влюбляюсь, да, еще больше в нашу Оренбургскую область. Когда говорится о том, что у нас есть новые производства, когда говорится о том, что у нас есть новые места, и когда доносится эта информация до людей именно, да? И изменяется тем самым привычное мышление людей, что у нас все плохо, что у нас там нет ничего, ну и все. Но тем не менее мы же говорим о том, что и покупательская способность снижается, и реальные доходы не растут. То есть нужно отвлекать от этого внимание на какие-то моменты более веселые? Я против того, чтобы врать вообще. В честность, это мой девиз по жизни. Но на самом деле у нас есть хорошие производства, на которых недостаток кадров, да? То есть у нас есть швейное производство, куда 300 швей требуется, но, к сожалению, мы не можем набрать эти кадры. Заводы, которые достаточно успешно действуют, да, и известны по всей России. У нас есть торговые компании, которые также ведут себя, да? То есть и там есть достойная зарплата, и там есть достойные рабочие места. Да, но в связи с общим негативным фоном люди не видят эти возможности. Люди скорее видят негатив, нежели возможность в этом негативе. Даже если коснуться вот злополучного нашего рекламного рынка, да? Он очень много обсуждался, и действительно там люди говорили о том, что мой бизнес рушится, да, и так далее. Но беседуя с некоторыми людьми, я говорю, а какую возможность для тебя это дает? И человек останавливался в этом моменте, говорит, слушай, так я так замучился с этим бизнесом, может быть, это возможность открыть новый бизнес? И я знаю несколько примеров у нас есть, которые действительно перепрофилировали, успешно перепрофилировали свой бизнес, и сейчас, в общем-то, хорошо себя чувствует предпринимательская деятельность. Ну, хоть новый, хоть старый, мне кажется, что вот абсолютному большинству реклама все-таки нужна. Как с этим обстоят дела, потому что уже несколько лет мы говорим, но кажется, что переливаем из пустого в порожнее, и ситуация не меняется. Сейчас, в последние, да, несколько, может быть, месяцев, полгода, какие-то изменения можно ожидать, или, может быть, уже они наступили? Вы знаете, как бы ситуация, я считаю, все равно остается напряженной достаточно. Почему? Потому что все равно у меня есть обращение от предпринимателей, которым отказали в согласовании рекламных мест, несмотря на то, что они соответствовали даже неутвержденному дизайн-коду. Потому что предприниматели, надо отметить, все-таки стараются выполнять законные требования, да, но, несмотря на это, отказали, потому что рядом с вами есть билборд. Размещать и заплатить деньги. У предпринимателя в земле земля в собственности. Он имеет право, как бы, заплатить администрации за разрешение, пройти все законные процедуры и получить. Но отказано было именно по этой причине. Даже в выписке так написано. Поэтому, ну, вы знаете, как-то вот это не очень однозначное решение, и мне кажется, оно не очень в пользу предпринимателей. В целом, вот эти ограниченные возможности по размещению рекламы в последние несколько лет на вам, как на предпринимателей и на других членах, да, участниках бизнес-рынка, так скажем, они как-то отразились? Или, по большому счету, да, вот поговорили, но продаем столько же, сколько и продавали, да, и там компании, которые известны, по большому счету, не нуждаются, может быть, уже в такой рекламе и идут в Инстаграм. Ну, например, нуждаются, почему? Потому что, безусловно, нельзя, так скажем, не оценить пользу наружной рекламы, да, это как минимум начиная с того, что человек может найти твое торговое место или твое размещение, как бы, да, твоей компании, и заканчивая, в принципе, продвижением, в принципе, маркетинговыми целями, да. С точки зрения моей компании я сократила объем наружной рекламы на 70%, это первое. Почему? Потому что я захотела остаться в том же бюджете, в котором я была раньше. К сожалению, цена выросла настолько, что просто, как бы, пришлось, ну, так скажем, сокращать эти издержки. Более чем в два раза. Да, более чем в два раза. Но, тем не менее, еще в начале нашего диалога сказали о том, что вектор отношения власти к бизнесу, он изменился и в лучшую сторону. Какие сейчас взаимоотношения у регионального или, может быть, городского бизнеса предпринимательства с представителями власти? Вы знаете, это обязательно надо отмечать. И я считаю, что каждый предприниматель, ну, практически, может быть, каждый предприниматель согласится с этим, что действительно власть изменилась в лучшую сторону. И власть начала нас слышать. И начала не только слышать, но и активно инициировать различного рода коллаборации с предпринимателями, да, различного рода квест-сессии и так далее. Там, где есть возможность нам высказаться, власть и услышать, но они пользуются этой возможностью, я считаю, в достаточно полной мере. Почему? Потому что они не просто слышат, но еще и делают, да. Некоторые наши хотелки предпринимательские, они могут быть решены, не могут быть решены на региональном уровне. И это уровень федерации, это более долгие процессы. Но, несмотря на это, например, проблема блокировки счетов с налоговой. Это была очень явная проблема, когда налоговая блокировала за три копейки. Сейчас на данный момент находится уже на федеральном уровне законопроект о том, чтобы запретить налоговый, блокировать счета в размере менее трех тысяч рублей, чтобы задолженность была, да. И это, конечно же, для мелких предпринимателей будет большое облегчение, потому что они просто, ну, так скажем, менее, может быть, аккуратны в своем учете и за счет этого получают вот такие не очень хорошие. Есть ли еще остаются еще нерешенные вопросы, нерешенные проблемы, которые вот могут дать толчок, да, в развитии бизнеса, в появлении новых рабочих мест, о которых мы так часто говорим? Вы знаете, как бы, я вообще считаю лично мое субъективное мнение в том, что сейчас настолько выстроена система и власти, и взаимодействия с властью, и нормативной документации, да, то, что проблемы у предпринимателей в основном возникают из-за их неграмотности, либо нежелания меняться, потому что у них есть, у многих особо, там, 20-30 лет в бизнесе, у них есть некий опыт, когда раньше так было. Я говорю, ну, окей, сейчас мир стал другой, вам нужно изменить себя для того, чтобы уже соответствовать новым требованиям, мир изменился. Но многие не хотят этого признавать, и поэтому все те проблемы, которые обсуждаются предпринимателями, очень часто генерятся ими же сами. Но, несмотря на это, безусловно, власти тоже есть что решать, и, например, одной из важных сейчас проблем остается, это тарифы на электроэнергию, потому что они просто грабительский характер носят, да. Безусловно, здесь как предложение можно внести в рамках поддержки бизнеса, это, быть может, компенсация, если бизнес устанавливает себе альтернативные источники энергии, ведь наша область, она лидер по производству солнечной энергии, да, и почему бы не компенсировать предпринимателю затраты, если он переходит на солнечные батареи. Это скажется и на экологической обстановке в нашей области, да. Сейчас такой практики нет? Сейчас такой практики нет, и, в общем, она нигде не обсуждалась. Это вот, ну, как бы новая идея, которая у нас родилась только вот прямо недавно, да. Кроме этого, есть проблемы в рамках строительства. Почему? Потому что очень много поддержки со стороны государства в рамках МСП, как бы, да, в рамках, а вообще, в принципе, всех национальных стандартов или проектов, говорится о том, что мы поддерживаем инновационную деятельность и инвестиции в основной капитал, да, то есть, как бы, и в рамках этой инвестиционной деятельности мы, конечно, что-то строим. И вот когда ты только слышишь слово «стройка», у тебя отпадает всякое желание это делать. Почему? Потому что это, безусловно, очень длительный процесс согласования, и, кроме этого, он крайне нерегламентированный и непонятный этот процесс согласования, потому что буквально находится одна ошибка, через 30 дней все регламентные стройки исполняются, но через 30 дней тебе, найдя одну ошибку, не дают разрешения. Когда ты исправляешь ее, приносишь в следующий раз, и ты понимаешь, что вроде бы я все ошибки исправил. Несмотря на это, через 30 дней тебе нашли еще какую-то ошибку. Это касается только тех, кто пытается попасть на этот рынок, или даже вот строительных локомотивов таких, Оренбуржья, которые уже десятилетиями себя хорошо зарекомендовали, и даже они об этих проблемах заявляют. Вы знаете, я не могу вам эту информацию подтвердить или опровергнуть, я не общалась с локомотивами, но очень часто локомотивы строят, так скажем, жилье у нас. А если мы касаемся офиса, цеха или еще чего-то, предприниматель проходит этот путь сам в основном, не касаясь локомотивов. И понятно, что здесь есть некая доля незнания, потому что ты сталкиваешься с этим раз в несколько лет, а может быть и в десятилетие. И вот здесь никакой поддержки, никаких моментов поддерживающих нет. Татьяна, говорите, что предприниматели уже опытные, не хотят меняться, консерваторы в какой-то степени не наступают ли на пятки здесь молодежь? И вообще начинающие предприниматели на вашем рынке, таких постоянных, активных, те, кто болеет за эту сферу, появляются или все-таки костяк остается тем же самым? Я считаю, что появляются. Это очень радостно, что у нас есть новые предприниматели. И я с удовольствием всегда общаюсь с молодежью. Почему? Потому что даже для меня, я не считаю себя старой, но они разговаривают на совершенно каком-то другом языке, другим понятием и так далее. Мне хотелось бы привести фразу одного известного в нашем городе человека. Но он говорит, Татьяна, никогда не пытайся бежать так же, как молодежь. Ты просто бери себя на работу, молодежь, и она побежит вместо тебя. И, наверное, это золотое правило, которое я внедрила в свою жизнь и буду использовать. То есть пользуйтесь, и уже эффективность она доказана. Однозначно, да. Как один из вариантов выхода из каких-то кризисных ситуаций. Спасибо. У нас в гостях была предприниматель, член общественного совета при губернаторе по развитию МСП Татьяна Демина. Мы желаем вам удачи в ваших начинаниях и, в общем-то, предпринимательского процветания. Спасибо. Мы продолжаем нашу тему развития МСП. Сейчас посмотрим небольшой сюжет. Сразу после поговорим о льготных условиях и, в общем-то, кредитовании, которые предлагают предпринимателям Оренбургской области. Сегодня предпринимательская деятельность – одна из важнейших. Но реализовать свое дело становится с каждым годом все сложнее. Появляются новые требования, порядок оформления документов и иные нововведения, которые замедляют процесс развития бизнеса. А некоторые предприятия и вовсе закрываются. Емкость рынка в Оренбурге падает, даже если ее замещают человеческими ресурсами, но при этом не замещаются финансовые потери. Из-за этого происходит спад производства и торговли, а покупательская способность в регионе снижается. Есть проблемы нестационарных объектов торговли, где будем считать, что предприниматели считают, что она завышена в городе Оренбурге. Вторая проблема на сегодняшний день – это внедрение цифровой экономики в предпринимательское сообщество. Насильные внедрения. Онлайн-касса. Тебе нужно было изучить полностью вопрос, потому что продать тебе ее продали, а как с ней работать? Тебе нужно понять, как ее настроить, какие нужно дополнительно к ней приобретать фишки. Это опять-таки вырастают какие-то определенные другие суммы. Все, что связано с торговлей, сокращается. Все, что связано с малым производителем, тоже сокращается. Нету рынка сбыта. По официальным данным налоговой службы, на 2019 год количество предприятий малого и среднего бизнеса существенно возрастает. Самый большой пророст в микропредпринимательстве. За полтора года субъектов стало больше на 10 тысяч. Хотя средние индивидуальные предприятия за два с половиной года сократились с трех до одного. О сложностях заявляют не только те, кто столкнулся с кризисом или невостребованностью на рынке. Проблема начинается и уже на стадии запуска. Если у тебя какой-то возникает вопрос, ты совершенно не знаешь, куда обратиться и кто тебе может помочь. Для представителей бизнес-сообщества нашего региона предусмотрена профессиональная помощь. Например, Центр поддержки предпринимательства, который может проконсультировать по любому вопросу. Однако здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой – неинформированностью. Первое – консультируем. То есть как начинающий предприниматель, если обращается человек, он не очень понимает, какую форму собственности его нужно выбрать. Оказываем консультации, прокачали навыки, рассказали, как открывается счет, как работать с банками, как получать поручительства. Помимо консультаций здесь оказывают и финансовую помощь в виде грантов, субсидий, микрозаймов и поручительства. Еще одна площадка, которая помогает в развитии малого предпринимательства – это бизнес-инкубатор. Основной упор происходит на развитие производства, поэтому большая часть площадки отведена именно на создание продукции. Получается, что в Оремурге есть специальные центры поддержки. Площадки для производства есть, обучение и тренинги есть, но даже такая помощь подходит далеко не всем предпринимателям. Существует поговорка «Не учите меня жить, помогите материально». То есть мы говорим о том, что давайте мы распределим денежные средства. На консультацию оставим 10%, на лизинг – 30%. Мы видим производителя, который в поток, будем так говорить, давайте ему будем в первую очередь помогать, потому что он уже зарекомендовал, 10 лет уже работает. Последние несколько лет в регионе стали чаще говорить об оттоке населения. Влияют на это и проблемы бизнес-сообщества, становится меньше рабочих мест. Кроме того, как правило, уже талантливые и способные. Что касается прогнозов на будущее, в профсоюзе работников МСП испытывают опасения по поводу маркировки. Список предприятий, которые обязаны клеить товарный знак, расширился, к чему не все готовы. Поэтому в течение двух лет в регионе может снова сократиться количество субъектов бизнеса. Напомним, что в августе Оренбург посетил руководитель федеральной корпорации МСП Александр Бреверман. По итогам встречи в регион направят более 2 миллиардов рублей инвестиций на развитие проектов местных компаний. Появится более 200 рабочих мест. Как отметил глава корпорации, они готовы поддерживать инициативы предпринимателей. Венесса Петерс, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Во второй части программы поговорим про поддержку бизнеса в Оренбургской области вместе с Альмирой Шамилевной Куприяновой. Здравствуйте. У нас в гостях директор гарантийного фонда Оренбургской области по поддержке МСП. Расскажите в целом, сколько гарантийный фонд на территории нашего региона уже работает и ваши основные задачи сегодня это что, какие? Гарантийный фонд Оренбургской области создан правительством Оренбургской области в 2008 году. Мы оказываем сейчас финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Также при гарантийном фонде есть центр поддержки предпринимательства, который оказывает консультационные услуги, обучение проводит. И на сегодня открыт фонд развития промышленности, который предоставляет займы непосредственно компаниям, которые занимаются производственной деятельностью. То есть это уже что-то новое направление, да? Это буквально новое направление, которое в этом году открыто. И вот до конца года мы должны предоставить займы. Мы предоставили уже более 450 поручительств на сумму 1 миллиард 900 миллионов рублей. Это за чуть более 10 лет? Да, чуть более 10 лет. И обеспечили, соответственно, кредиты предпринимателей на сумму почти 5 миллиардов рублей. В первой части мы программы показывали сюжет, в общем-то, и разговаривали с предпринимателями, и они делились своими проблемами. И говорили, что, в общем-то, бизнес на территории Оренбуржи становится вести все сложнее и сложнее. А вы говорите, такие, ну, серьезные цифры, в общем-то, поддержки. Получается, что вот очень ограничен круг тех предприятий, тех там ИПшников, которые могут к вам обращаться. Кому-то вы отдаете предпочтение или на каких условиях вообще можно обращаться в гарантийный фонд за помощью и рассчитывать на него? Ну, обращаться в гарантийный фонд можно любому предпринимателю. Во-первых, есть сайт, да? Есть много информации, которую мы доводим, в том числе и через муниципальное образование. То есть мы работаем на территории всей области Оренбургской. Единственное, конечно, здесь разные ситуации бывают, когда, может быть, у предпринимателя нет залога или еще что-то. Да, вот в какие условия и в каких случаях вы отказываете вообще по статистике? А из, например, до 10 обратившихся сколько получает помощь? Основным условием является для получения поддержки – это отсутствие долгов в бюджет. Это согласно 209-го федерального закона. Это предприниматель не должен заниматься реализацией подакцизных товаров. Должна быть положительная кредитная история и не должно быть убытков. В основном это производители, производство? Нет. Виды деятельности совершенно разные, начиная от торговли, как розничной, так и оптовой, и заканчивая производством и промышленным, и легкой промышленностью у нас, и строительные компании. Это и перевозчики грузов, и пассажирские перевозки, и сельское хозяйство. Здесь любые отрасли, они, в принципе, поддерживаются. Определяется ли здесь как-то рамка результата? Вот за те более 10 лет, которые существует гарантийный флот? Или за эти несколько лет, которые Центру поддержки предпринимателей? Что-то изменилось? Какая-то статистика ведется? Потому что знаю, что очень много говорят о том, что малый и средний бизнес закрывается, о том, что статистика убывающая по факту. В целом, такую статистику ведет Министерство экономического развития. Но так как мы являемся непосредственно, да, и мы работаем с Министерством экономического развития, конечно, все на сегодня делается только лишь для того, чтобы все возрастало, увеличивались рабочие места. Мы это все отслеживаем. И предоставляя сейчас нам денежные средства на все эти мероприятия, конечно же, мы в первую очередь смотрим на то, чтобы все-таки были образованные рабочие места, а чтобы больше людей могло, особенно в моногородах. Сейчас большой приоритет идет для предпринимателей моногородов. Могу сказать, что вот займы, микрозаймы мы сейчас предоставляем по одной-второй ключевой ставке Центрального банка. То есть это 3,6% годовых. На самом деле это такая реальная, настоящая поддержка. И хочу сказать, что есть новые продукты для вновь зарегистрированных предпринимателей. К сожалению, банки не могут предоставлять такие кредиты предпринимателю, который зарегистрировался буквально вчера. На сегодня у нас есть такие продукты, я хочу о них сказать. Это микрозаймы до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. И с учетом направленности, приоритетности проекта, куда должны вкладываться деньги, соответствующая процентная ставка. То есть там градация разная, но максимальная ставка – это 8,5% годовых. Есть новый продукт на приобретение оборудования под залог приобретаемого оборудования. Соответственно, здесь уже уходит необходимость другого залога. Достаточно предпринимателю заплатить 30% от стоимости оборудования. Оно, конечно, должно быть новое. Но это и оборудование, и техника, и спецтехника, которая приобретается, транспортное средство. До 70% здесь уже мы предоставляем микрозайм. И после акта приема-передачи внеоборотного актива, который приобретается, соответственно, мы уже берем в залог это имущество. Какие финансовые средства выделяются на вас? Это получается какой бюджет? Региональный, федеральный? Выделяются денежные средства как федеральные, так и областные. Хочу сказать, что у нас на сегодня, вот мы уже в 2019 году предоставили поручительность более чем на 300 миллионов рублей. А все-таки какой объем из этих средств региональный, какой федеральный, и как вы контролируете реализацию? Ну, объем средств разный, могу сказать. Так как мы открыты в 2008 году, и, соответственно, денежные средства мы получали на продолжение всех этих 10 лет, составляющая разная. Ну, то есть 50 на 50 или меньшая сумма? По-разному. Если раньше, может быть, где-то было 50 на 50, сейчас, возможно, больше поступает федеральных денег. Умничается федеральная часть. То есть здесь, ну, сложно сказать прям четкую, да, вот эту вот составляющую, но в любом случае федеральные деньги мы не можем получить, если нам не дает область. Поэтому все равно это все решается совместно с областным бюджетом нашим. Ведется ли здесь как-то вот контроль с дальнейшей деятельностью предпринимателя, когда вы ему помощь, поддержку оказали? Вот, например, знаю, как грантовую помощь, да, бывает, получает какой-то специалист, потом он должен за каждую копейку отчитываться. Да, его, в общем-то, контролируют, периодические проверки. Здесь та же ситуация. Это бюджетные деньги, да, мы понимаем, что мы за них в ответе, и, соответственно, получая микрозайм, предприниматель четко должен понимать, на какие, даже не предприниматель, мы в первую очередь должны четко понимать, на какие цели дальше будет израсходный микрозайм. Соответственно, мы отрабатываем целевку, будем так говорить, да, целевое использование займа. И, соответственно, в течение, там, далее уже определенного времени, которое мы устанавливаем, предприниматель должен предоставить отчет и все документы по целевому использованию микрозайма. То есть за каждую копейку отчитываются? Это 100%. Если вдруг не целевое использование, то это возврат до срочной микрозаймы. А были такие случаи в Оренбурге? Ну, раньше были, да, сейчас вот как-то мы стараемся, чтобы уже на берегу отработать целевое использование микрозайма. Ну, там даже если были, незначительные суммы. Есть ли те, кому не удается даже с помощью такой финансовой помощи, подушки безопасности, реализовать свои идеи и каким-то образом возвращать потом обратно эти деньги? И что происходит, в общем-то, да, если свои планы он даже с помощью денег реализовать не смог? Ну, здесь такого не бывает. Если даже вдруг бывает возврат займа, то он бывает частичный, небольшой. Если, может быть, как-то изначально, там потом изменилась цена, там стоимость, еще что-то, планировал там купить, к примеру, на 5 миллионов, а в результате ему нужно было всего на 4, то он может нам вернуть, он должен вернуть нам микрозайм. Может и не может, да, все-таки. Должен, должен. Еще одно такое важное, да, в предпринимательской деятельности событие состоялось в Оренбурже буквально пару недель назад. Руководитель федеральной корпорации МСП, да, в общем-то, Броверман приезжал в Оренбургскую область. У вас была какая-то, да, встреча, какие-то наставления, может быть, он вам давал? Здесь обязательно. Мы очень тесно сотрудничаем с корпорацией МСП. Хочу сказать, мы, в принципе, этот форум и организовывали. Мы активно подбирали проекты на рассмотрение круглого стола. Корпорация теперь отслеживает те проекты, которые были заявлены. Заявлены проекты от банков. Это, понятно, что, да, получение поручительств. В том числе это получение совместных гарантий нашей региональной гарантийной организации, корпорации МСП. То есть, если у предпринимателя недостаточно обеспечения при получении кредита, соответственно, совместно с корпорацией МСП, мы предоставляем до 70% гарантии клиенту вместо залога. Увеличивается ли с годами количество поддержки, финансирования, в том числе, для вас, которое вы распределяете потом между предпринимателями, или примерно стабильная цифра остается? Потому что, знаешь, что, опять же, в рамках национальных проектов стоит задача развивать предпринимательство, создавать новые рабочие места. Отражается ли эта линия? На вас она прослеживается? Ну, хочу сказать, что в этом году нам дали дополнительную субсидию именно по микрозаймам, в том числе на предпринимателей моногородов. По поручительствам хочу сказать, что в этом году, на самом деле, мы уже практически в два раза превысили цифру предоставленных поручительств в прошлом году. На самом деле, сейчас, наверное, кризис он был, да, все равно от него никуда не уйдешь. Где-то предприниматели немного, так сказать, с опаской, наверное, относились к кредитованию. Сейчас как-то более активное кредитование. Плюс Министерство экономического развития сейчас в конце года представило программу 1764. Это предоставление кредитов по ставке 8,5. Есть определенные аккредитованные банки, которые работают по данной программе. В общем-то, денег становится больше, условия вроде бы выгодные. Опять же, возвращаясь к тому форуму, который состоялся с участием корпорации МСП, тоже озвучала проблема неинформированности, что и лизинговая выгодная поддержка, и здесь какое-то льготное аккредитование тоже очень выгодно, казалось бы, но никто об этом не знает, но многие, по крайней мере, не знают. И, казалось бы, пользуются, может быть, или одни и те же, ну или те, да, кто крупным производством занимается. Есть ли у вас на ближайшие несколько лет, на ближайший год какие-то планы по проведению, может быть, пиар-компании? На самом деле, исходя из той статистики, которая у нас есть, микрозаймы сейчас у нас получают непостоянные наши клиенты. В портфеле выдачи микрозаймов где-то 60% – это новые предприниматели, совершенно новые, то есть незнакомые для нас. По рекламе здесь уже, конечно, хочу сказать, огромная рекламная кампания, она идет. Вот мы постоянно выезжаем в муниципальное образование, направляем постоянную информацию в муниципальное образование для размещения уже на их сайтах информации. У нас есть такой проект «Скорая помощь предпринимателю». Ну и в завершении выпуска предлагаю резюмировать наши телезрители, те, кто, может быть, вдохновился идеей, или уже у кого есть свой бизнес и хотят получить поддержку от гарантийного фонда, куда нужно идти, что нужно оформлять, заполнять, собой приносить. В общем-то, все явки и пароли предлагаю выдать. Ну, во-первых, есть сайт гарантийного фонда Оренбургской области, это, пожалуйста, здесь уже любой может зайти. Полностью вся информация, есть сайт Центра поддержки предпринимательства. На сегодня мы находимся на Свободе, на 4. Пожалуйста, любое обращение, оно приветствуется. Альмира Шамильевна Куприянова была у нас в гостях. Спасибо за важную и ценную информацию. Надеюсь, что наши телезрители будут чаще обращаться теперь в гарантийный фонд поддержки МСП Оренбургской области. Спасибо. Спасибо вам. На этом завершаем. С вами была Наталья Богданова. Вы смотрели пятничный выпуск новостей. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин